Ирина Николаевна, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, как справиться с болью души, если тебя предала лучшая подруга, если в душе выжженное поле? Спасибо. Давайте разбираться. Итак, вот эта лучшая подруга, лучшая приятельница, близкая приятельница, это такое значимое, когда мы награждаем человека, которого на самом деле не очень хорошо видим, своими представлениями и вкладываем в это все свои возможные усилия. Вот у человека по отношению к вам, у вашей подружки была своя задачка, ну, условно, вот хотелось ей там как-то с вами пообщаться, повстречаться, может, круг людей, которые вас окружают, был интересен, или молодой человек там, более состоятельный, нежели чем многие. Какая-то своя собственная задачка, которая очень-очень теребила ее душу, вашей подружки. И она решила с собой очень быстро и достойно договориться оправдать себя и обесценить вас. Но вы в силу того, что вложили огромное количество своих собственных усилий, вам казалось, что это вот самый близкий человек, а самый близкий человек – это тому, кому рассказывается все, что нужно и не нужно. И вот, знаете, как часто очень получается, когда нас слушают и не перебивают, мы готовы рассказать все и вся. И крайне редко думаем о последствиях, кому рассказываем, что рассказываем, и как это можно потом против вас, против каждой из нас применить. Так вот, хитрость и мудрость – это две противоположности. Хитренький человек, он втирается в доверие и пытается всеми правдами и неправдами вытащить из вас информацию для того, чтобы при помощи этой информации впоследствии вами управлять, манипулировать, принуждает, заставляет, с улыбкой на лице. Но в силу того, что каждый раз с намеком, ну такой благородный шантаж, я это называю, вот так красиво намекая, недоговаривая, дергать вот эти пресловутые ниточки боли, потому что вы, когда находились в достаточно эмоциональном состоянии, рассказывали все от слова совсем. А когда человек находится в таком эмоциональном состоянии, он ничего не видит вокруг, ничего не замечает, кроме той истории, которая крутится на его экране, условном визуальном экране, перед глазками. И переживается в тысячный раз, в тысячный, в 2025 раз та история, на которую не хотим или не имеем возможности, или не знали до этого. Сегодняшнюю нашу с вами разговоры, что нужно смотреть отстраненно. Отстраненно из расчета наблюдателя. И никогда никого не винить в том, что происходит, а разбираться, почему я позволила произойти такой ситуации, что не увидела, в чем не разобралась. Не бывает такого, что камень на голову. Это последнее, знаете, такое же останавливающее действие человека, который сам себе, никому-то, мы сейчас говорим о самой себе, нагодил столько. Всему миру, как корабейник, все раздал из расчета, что поймут, оценят, пожалеют, посочувствуют. Услышьте меня, мы живем совсем в другом мире. Из нас за последние 20-30 лет сделали таких волчиц, которые без конца ходят с калькулятором в голове и считают, у кого больше, у кого меньше. Нас приучили к тому, что индивидуальность, я вот это вот такая замечательная, такая отстрадавшая, такая имеющая право, требую повиновения, требую какого-то там материального благосостояния, благополучия, маленький нюанс за счет другого. И как только вот это потребительство, эмоции ли, денег ли, захлестывает человека, женщину, мужчину, без разницы, то тогда предательство становится обычной формой жизни. Потому что плохо, хорошо, я хорошая, а они все плохие, запускает определенного качества механизм в наших головах, который требует справедливого отомщения, требует. И чем меньше человек в своей жизни чего-то достиг, чем меньше он что-то познал, чем меньше того, что он умеет делать, тем больше раскручивается маховик этого механизма. Прям вот я со своим мнением во все возможные дверочки, форточки, дырочки, щелочки пытаюсь залезть, что-то кому-то доказать, но при этом доказательства и действия, они одного порядка. Что-то забрать, что-то присвоить, кого-то подставить. Есть определенное количество женщин или категория женщин, которые воспитаны в тяжелейших условиях, получили очень низкую, уничижительную самооценку при помощи рукотворных дел родителей или мамы одной. Но природа, она перевернулась, и это далеко-далеко глубоко в память уходит, и выходит оттуда монстрик, который с наслаждением и упоением учится ежедневно, причем учится смотреть и радоваться горю, страданиям, переживаниям, промахам, ошибкам других людей. И как только человек научился получать именно удовольствие от того, что им плохо, а мне от этого хорошо. И такие люди очень обаятельны. Они такие, знаете, белые, пушистые, понимающие все, но до момента. До момента, когда вы, в частности, если я отвечаю на ваш вопрос, очень открыты, когда вы уже решили, что этот человек очень родной, очень близкий, и вы сами решили, что ему можно доверять. И в этот момент, когда полностью открытость присутствует и доверие уже перерастает в веру, как говорят, я ей больше верю, чем в себе. И вот в этот момент, как правило, совершаются самые подлые поступки, самые гадкие деяния для того, чтобы получить истинное удовольствие. На сегодняшний момент нет дружбы, как это не грустно звучит. Мы все очень стали меркантильны, мы очень стали все завистливы. Мы пытаемся за счет другого получить собственное удовлетворение. А еще хуже, это когда надо другого задавить, задушить, разрушить все, что он создал. Почему? Да потому что, если у меня не получается, то у нее тоже не должно этого быть. Вот вы и попали, знаете, такую ловушечку с сыром, который на самом-то деле не бесплатный. даже в нашей жизни. Сыр в магазине, его нужно купить, домой принести, в мышеловочку положить. И он стоит что-то. Так вот и вы в вашей жизни со своей подружкой. Вы слишком высокую стоимость ей назначили, а себя обесценили. А когда человек в глазах другого себя обесценивает, ну, очень сложно с собой справиться. очень сложно, потому что монстрик требует власти. Власть на самом деле, она, знаете, какая, трех видов бывает. Ту, которую человек на себя возлагает, и рядом с таким человеком хорошо и достойно, он никого не принуждает, сами приходят. потом у этого человека, если мы говорим об одном, образуется определенный круг единомышленников, которые такими же со временем становятся. И к ним приходят следующие. И тогда те в большей степени управляют и тоже имеют власть. Но она основана на чести, совести и достоинстве. А есть власть, которая, знаете, как взназедание. Вот человек такой наивный, такой добродушный, ему, ну, приучили его, чтобы мама так говорила, или папа говорила, или бабушка, надо всем угождать, надо всем помогать. Всем это, знаете, как ни о чем. И мы в это всем слово вкладываем кто что может. У кого 10 человек, и он тянет за них все, и по первому звоночку скорая помощь. ЧПДЛ спешу на помощь. А кто-то всем это двоим, троим. Ну, у каждого своя, как говорят, аудитория. А есть власть, которая питается горем. Так вот, мы сейчас живем в такое время, когда влавствующие, неважно, в семье ли, на фирме, в государстве, на земле. Вот сейчас такая власть у нас, которая питается чужим горем, чужим страданием, и получает от этого удовольствие. и выбивает палками, словами, делами, всевозможными гадостями, делает все, чтобы огромное количество людей страдало. Мультфильм есть такой, царица, там, какая-то цавская, та, которая заставляла русских девушек плакать, и полный кувшин слез хотела получить. И получила таки. Почему? Да потому, что народу много, а никто ничего не понимает, что происходит. Разделили нас давно. Разделили и сделали каждая рубаха ближе к телу. И неприлично говорить, что плохо, и признаваться в том, что что-то не понимая, что происходит. Мы же такие все успешные. Вот и ваша приятельница. Она просто успех заработала насчет вас. Так, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать одно. Вам здорово повезло. Во-первых, если вы пишете и задаете вопросы, значит, не так все ужасно, как есть на самом деле, и как вы себе начинаете потихонечку придумывать. Самое главное, что вы живы и здоровы. И урок прошли. Если потери минимальны. Так вы выводы делаете. Не страдаете, сколько вы вложили. Как же так можно было со мной? Мы же страдаем от этого. Мы не страдаем от того, что другому плохо. Мы страдаем от того, что я вложилась, я любила, я все рассказывала, а она со мной так. Мы же о себе страдаем. Понимаете? Так вот, о себе страдать не нужно. У себя самой и в своей ситуации выводы делаем, которые помогут больше никогда в жизни не допускать таких ошибок. а страдание, оно, знаете как, оно облагораживает. Говорят, стыд лечит, а гадость калечит. Совесть должна быть, понимание должно быть. У нас подмена произошла жесткая. Мы хотим тряпками, шмотками укрыть незнание, невежество, а потом предъявляем претензии, что нас обманули. Нет, это вы позволили себя обмануть. Это вы позволили с собой так повести. Это вы не хотели увидеть очевидных вещей. И не надо на эту тему страдать. Больно это потому, что не хочу признать, что я не увидела. Как только признаете, что увидели, признаки надо видеть. Я когда-то говорила, еще раз повторю, не надо слушать слова, нужно проникать в смысл мыслей человека, с которым вы находитесь, достаточно близких отношений. По поступкам нужно смотреть и выводы делать, а не потому, как лелейно вам поют на ушки, какая вы хорошая и замечательная. И очень нужно сегодня, чтобы вы что-то сделали. В следующий раз я больше не обращусь, но сегодня обязательно. Так вы понимаете, кому вы что делаете? Вы понимаете, кого вы пускаете в свой дом? Для чего? Учитесь наблюдать. Не придумывать, а наблюдать. Придумывать нужно, как выходить из этого с наименьшими потерями и очень быстро. А не надо придумывать того, чего нет на самом деле. Тогда и жизнь будет налаживаться. Услышьте меня, боль только для того, дана женщине, чтобы она становилась мудрой. И болеть будет всегда до тех пор, пока наши эмоции ходят сами по себе, а мы в каких-то дурных своих мыслях или ожиданиях. Так что, коль живы, значит, все достаточно хорошо. И отпустите ее с миром, вашу подружку, и вам повезло, поверьте, больше, чем ей. Субтитры создавал DimaTorzok